ребят всем здравствуйте алексей как всегда с вами я хочу немножко поэкспериментировать с форматами кое-что придумал короче в чем предыстория это надо сегодня рассказать еще ролики не планируются слишком длинные эти часто когда мы берем какие-то продукты я читаю комментарии сам часто говорю такое типа если все скрасить майонезом или если это будет в салате то это будет незаметно так вот мы решили сделать следующее вы все прекрасно знаете что такое крабовый салат на самом деле крабы при приготовлении данного салата разумеется не страдают используются крабовые палочки так называемые сурими мы купили сегодня продукты для этого салата в двух магазинах самые дорогие и самые дешевые что были это азбука вкуса и магазин лента бренд 365 что мы сейчас с вами сделаем мы сейчас с вами все это посмотрим все зарядим все прям в равных пропорциях сделаем замешаем майонезом и в конце вслепую я закрою глаза я попробую по вкусу чтобы она полностью абстрагироваться от взгляда от вида попробуем и поймем где что лучше и параллельно будем тестировать продукты может быть такие обзоры будут ребятами прошу вас критикуйте говорите что менять мне почему-то кажется что должно получиться очень интересно если я пойму что этот видеоролик зайдет то что мне кажется что он будет интересным давайте наберем 15000 лайков и я начинаю работать над следующим роликом что-то мы усовершенствуем почитаем в комментариях что сделаем можно шаверму сделать самую дорогую самую недорогую шауруму прошу прощения можно сделать оливьешку скоро новогодние праздники также взять колбасы разные можно сделать бургер используя самый дешевый фарш и самый дорогой в общем формат еще пока сырой но надеюсь на вашу поддержку и комментарии чтобы понимать двигаться в этом направлении или нет рейтинг никто не отменял все будет просто чередоваться погнали кукуруза бельфиорре bio 340 грамм 277 рублей давайте посмотрим как она выглядит вы знаете я обсказал кукуруза 365 дней 425 грамм 35 рублей вот это контраст может рубрику контраст назвать открываем здесь к сожалению нет ключа кукуруза выглядит следующим образом это для сравнения огромные куски кстати не могу сказать что выглядит уж слишком плохо приз ст м овский от азбуки вкуса жасмин 900 грамм обойдется в 215 рублей я уже вскрыл давайте посмотрим как он выглядит рис не перебитый в целом выглядит неплохо конкурсант из дешевой категории 800 грамм 49 рублей там к сожалению был только такой здесь конечно уже разница очевидно очень много перебитого но вдруг на вкусе это никак не повлияет в салате крабовое мясо камчатский краб наверное дороже было бы только купить настоящего краба и сурими от компании вичи 180 грамм 236 рублей конечно это касс конско космический ценник как это выглядит здесь вот такие штуки 180 грамм 365 не делает пачки по 200 грамм поэтому взяли две по 100 каждая обошлась в 29 рублей палочки выглядят следующим образом ну вот так давайте для сравнения вот совсем мой кашет форму не надо сравнивать но что вы просто понимали майонезные недели считаю открытым 400 грамм 340 рублей то самый дорогой майонез который я нашел давайте посмотрим очень густой майонез слушайте он с аренал это даже так у меня с первого свяжутся какое как желе короче данный майонез 350 грамм 38 рублей вот это и мы уже дегустировали на самом деле он вполне себе неплох и как мы как раз говорили что в салате все сойдет но тоже густой но не самое аппетитное зрелище скорее всего яйца от азбуки вкуса за 10 штук нас попросят 95 рублей 90 копеек выглядят вот так чистые намытые от 365 дней яйца 10 штук 42 рубля в два раза два раза все это дело у нас дороже вы знаете ну вот плюс-минус одинаково ну и последний важный ингредиент в крабовом салате это огурцы свежие данная упаковка обошлась мне 148 рублей за 498 грамм за один килограмм 298 рублей и это в сезон огурцов называются они как мы видим луховицкие непов не луха лухари не от слова лухари хотя вы знаете по цене ну красиво выглядит видно это все дело да следующее у нас идут огурцы от 300 ну от ленты 365 не делают но лента это все мы понимаем что это едино 600 грамм 47 рублей за 1 килограмм 78 рублей ну а теперь сколько суммарно ушло денег на ингредиенты 365 дней это 269 рублей и от азбуки вкуса уйдет одна тысяча триста одиннадцать рублей разумеется я прекрасно понимаю что рис у нас еще останется но какая разница вот приперла тебя крабовый салат да поэтому мы вам говорим вот эти полные ценники то есть условно больше где-то в 5 или в 6 раз сейчас мы все с вами теперь приготовим и будем пробовать у нас все готово давайте я вам покажу что у нас получается вот это вот дорогой салат по сути из азбуки вкуса я хочу вам сразу сказать по виду да посмотрите это не идеальная кукуруза особенно за те деньги они есть перебитых и ух очень много цвет какой-то вот немножко такой знаете сероватый крабовые палочки яйцо здесь яйца абсолютно одинаковые скажу вам точно огурец тоже я не понимаю почему в сезон огурцов вот эти вот такие дорогие рис тут пожалуй самая важная часть он здесь неплох то есть видно рисинки есть мы готовили ровно так как написано было на упаковке но майонез вы уже видели теперь что касается другого салата всего одинаково мы реально взвешивали запаривались смотрите кукуруза конечно здесь она очень крупная скорее всего будет жестковато но это надо будет проверять крабовые палочки яйцо опять же огурец и рис вот рис наверно здесь надо будет немножко остановиться и показать вам готовили все как на упаковке но я от этого ничего такого не ожидал может быть к перемешается будет лучше сейчас я все это дело размешиваю короче на самом деле я просто немножко дезориентирован может быть надо было здесь завязывать глаза пока она так и мне довела до сюда это очень важная информация я прекрасно все понимаю я выгляжу очень странно но только так я смогу понять не в подглядывать я могу это делать просто поймите правильно я надеюсь что это рубрика не понравится рейтинге мы так делать не будем правильно да я не знаю справа слева что наташа подошла все перемешала пусть это будет честно мы зачем за честность с вами и так пошире не позже поюхать хочу обрезать ничего не буду просто увеличу скорость значит смотрите немножко не хватает соли чуть-чуть в целом салат очень вкусный палки бы абсолютно обычные рисинки попадаются в целом все нормально абсолютно не узнаете честно если мне вот такой кто-то сделал и бы я бы ничего не сказал типа плохо хорошо не это нормальный вкусный салат абсолютно так ты мне положил на ложку до запаха не чувствую как бы не бесполезно было это рубрика это тоже очень вкусный салат но здесь знаете что отличают его от от этого это немножко грубоватая кукуруза но если в целом сейчас я попробую еще ложку съесть я нормально часто я сделал сейчас есть что-то без этой соли нормально а вот в этом было меньше кукурузинка немножко жестковато грубовато но в целом я бы такое съел и даже ничего плохого бы низкого потому что это вполне нормальный салат считаю что эти оба два экземпляра имеют место быть у ты господи как же светло ребят сейчас извините я приду все у нас просто очень нас а вы же не знаете как я сейчас сделаю фотку когда мы снимаем что здесь происходит я пока не смотрю вниз можно но я по виду сразу могу сказать да что это по судя по желтому цвету это соответственно азбука вкуса это у нас как он называется 365 ребята все что сейчас я секундочку посмотрю кое-что давайте вот кукурузу я попробую отдельно она действительно такая грубая до кукуруза немножко грубовато если бы кукурузу взять другую вот нашу любимую хайнс вообще это был бы один в один все давайте вторую попробую господа вот это вот кукуруза стоило очень много денег сейчас я пас 277 рублей вот сейчас вы увидите фотографию сейчас сделаю это абсолютно вот но и за слышно не слышно но это просто грубо чем начало так учу что его еще съели изнутри вам попадется на зуб но не сломает зуб но это неприятно это значит когда мы часто говорим блин слушай в этом есть реально круто потому что мы можем посмотреть это реально в блюде слушайте я не знаю понравится вам это тема или нет давайте так рис начнем сначала рис когда мы отварили я попробовал этот этот могу сказать так что конечно рис который делает азбука без сомнения шикарно подойдет к плову без сомнения подойдет просто отварить риса с мясом в салате я вам честно скажу ты перемешиваешь это все она перебивается и этот рис нормальный и этот нормальный на этом салате можно сэкономить в с этой точки зрения крабовые палочки я сейчас попробую но я вам скажу честно майонез по ходу реально подорожник для всех блюд ты чувствуешь крабовую палочку ты чувствуешь ее но у тебя нет какой-то разницы вкуса есть это не краб ребята поймите наверное если взять крабовый салт из краба мы бы наверное скорее всего но это очень жирно где-то кто-то так еще не понимаю или нет крабовая палочка от вича это у нас так называемое крабовое мясо как производители только не играются с этим названием 180 грамм 236 рублей вот я попробовал отдельно ну нормальная крабовая но это не предел фантазии если вы хоть раз брали меридиан ты знаешь я беру после снежный краб что касается этого опять же производители играют с нами играют так что давайте мы полосочки сделаем как будто это кусочек крабика вот это я понимаю в этом ничего страшного нет но двести тридцать шесть рублей за эти крабовые палочки я не готов отдавать честно вам скажу я готов за я вот за сколько 90 мы берем по скидке бывает без скидки 110-120 мильдит даже те же вичи я беру снежный краб у вич гораздо вкуснее чем вот это и салате на это очень сильно чувствуется теперь давайте 35 попробуем так вот если чистым есть эту крабовую палочку так она немножко суховато в салате это дефект исправился если взять так конечно лучше выбрать меридиан вичи обычные но не вот эти вот крабовое мясо господа это все сурими вы поймите там крабом не пахнет там не убивался краб это просто исключительно такой искусственный продукт который кстати сказать очень ценится в китае насколько мне известно димка из китая пусть поправит и думаю что он смотрит а может не смотрит короче вы меня хоть убейте и хоть треснете но я считаю что сегодняшний выпуск был интересен для меня я надеюсь что я найду единомышленников которые согласятся со мной до майонез кстати немаловажно майонез это важная часть салата вот здесь по соли было норм вот здесь чуть-чуть жирновато я скажу так вот немножко жирновато но опять же вот в закрытую я все не ел у меня не было фонтанирующего пытыч когда если это зайдет рубрика мы сделаем оливье я возьму дорогущий салат с трюфелем вот попробуем на майонез с трюфельным маслом типа когда бы делали с тобой выпуск помнишь где брали этот мазик многие написали что мол ребята в салате этот майонез просто супер выигрышный поэтому его обязательно супер дорогой но мы его с вами возьмем опять же когда будем сравнивать версия если у меня спросите какой вывод сегодняшний сегодняшнего выпуска я скажу так что 269 рублей и 1311 рублей да при этом рис остался еще что-то ну такие субъективно мы потратили столько денег чтобы я исправил если бы в 365 засунуть к яйца идеальные что там что там значит есть огурцы кстати тоже без вообще бессмысленно да я ребятам покажу огурчики которые купил здесь они лежат нет я не знаю видели вы рецепт или нет с огурцами вот я покупал на рынке 70 рублей хрустящие шикарные за килограмм они гораздо вкуснее чем вот эти вот 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 эти вот огурцы ты согласись здесь одна вода а вот здесь они прям сту такие как надо нет они самые вкусные огурцы которые и в салате это опять же не чувствуется 365 дней если вы здесь поменять кукурузу на кукурузу хайнс либо на кукурузу бандюэль ребят он бы стал очень хорошим салатом я бы сказал что один в один майонез ну кто любит жирный майонез по мне же не видно что люблю жирный майонез то может быть вам понравится но я не вижу смысла переплачивать вот с точки зрения вкуса вот эти два салата не уступают друг другу если опять же знаешь можешь сказать да здесь кукурузу не очень а вот такое те попадется вы извините пожалуйста в сколько двести семьдесят семь рублей за кукурузу это две три банки хайнса наташа 3 и они ребята вы видели они еще половины биты богатые видите тоже плачут и платят и платят и платят вот короче вот такой вот выпуск я вас очень прошу поддержать пальцы вверх либо пальца вниз очень важно так как контент на данном канале я делаю исключительно для себя и для вас конечно мне хочется поддержку либо наоборот да то есть подскажите что-то не так может быть как-то структурировать по-другому мне сегодня было действительно очень интересно если вы скажете бессмысленно с закрытыми глазами это делать я с вами не соглашусь натаха я тебе клюсь ты полностью вот мы рейтинг делаем ты видишь глаза это очень важный момент если понравился данный видеоролик разумеется поддержите пальцем вверх если нет пальца вниз с вами был как всегда лег грильков подписка на канал выскочит здесь бубенцы это чё такое это колоколец нажмите чтобы не пропускать новые видосы и всегда будете в теме ссылка на инстаграм и вконтакте будет как всегда в описании до вкусных встреч пока ребята мне кажется вот мне реально кажется 269 и 1311 рублей разница есть а во вкусе может на одну ступенечку из-за кукурузы все имейте ввиду а а а а а а